Слыши, вера без дел мертва. Если человек не делает никаких дел, то и веру он теряет. Он веру не потерял, он верит, но только она ему пользы не приносит. Бесы веруют и трепещут. Это бесовская вера. Бесовская вера. Проси Христос. Слава Христосу. Вен, у него не было просто рождение свыше и всё. Это мы не знаем, тут можем ошибиться. В эти вопросы лучше не вникать. Но когда ты видишь явно, что он беснуется на каждое слово, взрыв у него есть, рождение там не было. Вот я сегодня утром скинул, вчера кто там выставлял, говорит, не знает кто автор. А я сразу определил, кто это. Вот как определять 8 стадий добра, 8 зла, грехи. Ну помните, вчера, кажется, было ночью. Кто это пишет, кто этим занимается? Масленников. Сергей Михайлович. Он с Игнатием Брещаниновым всё, на пару. И вот надо прилог разобрать, как возникала мысль, откуда, чего. И пунктов 8. Вы же вчера всё это выставляли. Я прочитал и дал утром ответ. Ночью. Там сразу начали... Я не знаю, как назвать там, положительные отзывы давать или что. Я сказал, что нигде этого нету, чтобы мы по частям, по косточкам, по жилочкам разбирали, каждую молекулу рассматривали. Нет этого. Родился ребёнок и всё. Он родился. Никто ему пальцы, руки, ноги там не ставит. Уж какой родился, такой и будет. Теперь о нём заботься. Так и это. Если мы рождённые от Бога, а рождён от Бога не грешит. Вот всё. А у православных про это и разговора даже нету. Надо к монахам идти, надо к Матронушке ползти, надо с могилки земельки взять. Они сразу говорят, да ты в прелести. А вот как раз Матрона и все, кто поклоняется ей, ходят там, меры не знают, это и есть прелесть. Это сегодня прямо всё это рассмотрено. И кто там этим занимался? А Осипов, кажется, он полный разбор делает. Там ничего божественного нету. Она прямо уже болела, всё и говорит, если какая нужна будет, приходите на могилку, я буду всегда с вами. Она к Богу-то никого не вела, нигде не проповедовала. Если будет трудно, меня держите за пяточку. Она в гробу там лежит, в могиле, за пяточку держитесь. И люди воображали так. Так и шли. И она там всё знала. И где какая архитектура, там где-то в Италии, она всё была. И, ну, люди-то, которые считают, они понимают, это бреди пьяной старухи. Так и увела за пяточку. Вот ему кромешные. Да, да как сколько? Вот интересно, меня спрашивают, а вы молитесь с Матроней? Никогда. Я сразу почувствовал, что это обман. И там эта комиссия заседает, где-то что-то она сказала, они так подчищают, убирают. Да. Ну, ещё кто-то, а-то я никого не слышу. Вот, а-то я уйду. Мир вам. У меня есть вопрос. У меня есть знакомый мусульманин, он 13 лет занимается рукоблудием. Дошло уже до того, что мысли о суициде пошли. Как можно ему помочь? Никак. Никак не поможете. Одно лекарство есть. Вначале оно очень дешёвое. Чтобы не разжигаться, лучше женись. Всё. Факел потушен. Второе лекарство, труд физический тяжёлый. Это тяжёлый даже труд. Очень тяжёлый. Считаем мы там, Иоанн Постик как было. На него дьявол нападал, он себя зарыл по голову, по шею. Рукой не пошивил, землёй себя засыпал. А дьявол в это время, говорит, его хватал, плоть его рвал и сблёвал на него. Только вылез. И он ничего не мог сделать. И там какая-то кость была, ну, вроде принадлежит там какому-то святому. Он надавил в нужное место этой костью, говорит, и тогда прошло. Писание даёт только одно лекарство. Лёгкое, хорошее, приятное. Но надо много работать будет. Может, на двух работах. А ампутация, Игнат Тихонович, поможет? Поможет в ад сойти. Такая ампутация была сделана одним Яковом, звать его. А Савва, когда узнал, он так неудачно ещё сделал операцию, едва не помер. И он его вытурил из монастыря. Ну, он там помирает. Братья у них как. Наконец он смирился. Говорит, заводите его сюда. И где-то в угол, там где-то в монастыре. Ну, может, там какая-то свалка была. Он его скрыл там, чтобы ни один человек тебя не знал, что ты здесь сидишь. Вот тут и живи, и сиди, тебе надо. Еды будут приносить тебе. Каноны церкви категорически запретили какое-то небыло уродство делать над телом своим. Бог сотворил всё прекрасное, всё нужное. И те органы, которые более прикрываемые, они более нужные. А глаза ни в чём не требуют украшения. Всё это уже проходили до нас многие. Мне интересно, когда жития насчитывал. Ну, представьте себе, Паисий, великий Паисий. Он постился не 40 дней, а 70 дней не пил и не ел. Ну, солнечной энергией питался. Сегодня сказали бы. Ученик пошёл по воду. Ну, воды принести. Приходит. А я вот щипал. Как пал? Ну, это... Ну, чё это-то? Ну, там была женщина одна. Ну, а зачем женщина? Ну, я с ней в грех впал. У колодца. То ли в колодец залез с ней, то ли ещё... Увидел её и... Да чё там это? Ну, эти колодцы-то открытые были. Это совсем прям неправдоподобно. Иногда в житиях такое писали. Одному понравилась еврейка. И она его, чтобы ты отрёкся, и она же женись на мне, еврейка. Так она такая была ревностная по своей еврейской вере, что она вырывала ему зубы, чтобы между зубами при счастье не застряло. Ну, вот кто писал-то? Ну, думал или нет? Ну, зубы вырвать-то. Ну, соматологическим и то там надо тянуть-то. Не болящие зубы. Ну, и как она между зубами-то может застрять-то? И вот иногда такое считаю, думаю, ну, уже вообще... Какая-то еврейка ещё, она хотела с беззубым жить. Вот мы считаем, у святого там... Он затеял, у него дядя был епископ, у послушника-то. А он ему дьявол сны навевает, он священник, ему руки целует. И всё, и он не послушался наставника. Сейчас я не помню, то ли Сысой, то ли кто. И пошёл. И дьявол его на дороге встретил. И давая его обнимать, целовать, и говорит, какой ты молодец, Алёша, ушёл. Вот так, старый хрыщ, там пусть сидит один. И давая им такие вещи показывать, то мужчиной, то женщиной. И такие стал мерзости показывать. Чуть не задушил его. Он вырвался, да молитвами отца моего там, Сысой, помоги мне, Господи. Вырвался, вернулся, и теперь сидел тихо-тихо. Нигде не вылазил. Он говорит, только согласись со мной быть, я тебе епископом сделаю. Вот кто делает. Игнатий Тихонович, да. А вот насчёт прелести, что это такое прелесть, как? А это сапрелый человек, как листья осенние. Вот это любят все посвященники, прелесть и гордыня. А гордыня от гордости чем-то отличается или нет? Нет, нет, нет. Я так и понял, что лучше сапрелый. Даже здесь и то. Идите к маслянику, он расскажет вам. Лепят эти клейманы, кого им дьявол покажет. Во лжи. Больше ничем не занимаются. Прелесть. Это вроде что-то навинтил сатана, прелестил, возвышен, а ты это ухватил. Ну, это да, тогда так. А в Писании что-нибудь сказано о прелести вообще? Ну, а вы посмотрите. Володя может сейчас посмотреть. Нет. У меня всё закрыто, клавиатура. Тут неохота залазить туда. В поисковик сейчас, он попроси кого-нибудь. Прелесть. В смысле, когда говорят цветы и отцы, там нету в этом смысле прелести. Ну, вот в Экипиде, прелесть обаяния, очарования от кого-нибудь или чего-нибудь красивого, приятного, привлекательного. Другие значения этого термина, прелесть, квантовое число, одиннадцать ароматов кварковой модели. В Библии где-то встречается это слово или нет? Я до этого смотрел, там встречается, но всегда связано там с прелечением чем-то, красотой, попрелестился красотой, попрелестился там миром. Нет, нет, нет там такого, нету. Есть, есть там, просто прелещение там слово надо играть. Прелесть. Нет, в смысле, что прелесть от гордыни? Нету такого же. Поженила все-таки прелесть на гордыне. Да, так уж. В смысле, вот как Игнатий Бринчанинов прелесть говорит, это же он ввел это особо, распространил. Нас это полюбили из-за него. И вот в таком смысле там нет. Да. Ну все тогда, ухожу я. Своим делом займусь. Своим делом займусь.